Всем большой привет! Меня зовут Юлия Кардашова и вы на моем канале. Я очень вам рада. Здесь я рассказываю о жизни своей семьи, снимаю классные влоги о том, как мы живем и как удается мне сочетать свои амбиции и материнство. Два года назад я стала мамой, собственно, с этого, как и у многих, блогерская деятельность моя и начала. Мы буквально вчера вернулись с мужем из Стамбула. Впервые за два года мы ездили вдвоем в поездку на целых три ночи без сына. Сын был в это время с няней, с хорошим проверенным человеком, но такой у нас отпуск выдался впервые. Это было феноменально! Как это прошло, вы можете увидеть вот в этом влоге на моем канале. Обязательно забежите посмотреть, как там Стамбул, какие у нас были ощущения, чем вы там занимались. И можете, судя по этим чемоданчикам, догадаться, чем мы занимались в Стамбуле. Я хотела вам показать, собственно, что мы прикупили и сколько это стоит. Так как был такой запросик, мы решили его сразу сформировать. Пока я чемодан не разобрала, пока не отрезала все бирочки, смогу вам показать. Наверное, только далековато. Буду немножко приближать. Да, покажу, что купила Даня, купила маме, купила папе. Такая история. Так что располагайтесь, наливайте себе чего-нибудь тепленького, вкусненького, кофеечку, щиечку, и мы будем начинать. Это не папина футболка, это мамина. Да, кстати, вот Данила обратил сейчас внимание на футболочку. А, ты покажешь свои ботиночки, ну покажи. Вот такие, прям в камеру, вот так. Нет, Данечка, вот сюда надо, сынок. Вот сюда, вот в окошечке, в глазки показать. И она тогда увидит. У Дани появились вот такие классные сандали из Зары, да, Даня? Очень красивые сандалики. Я уже не знаю, сколько они стоят быть честной, но точно в районе тысячи лир. То есть тысяча лир, это где-то три тысячи рублей. Наверное, буду называть сразу русские цены, не буду вас путать с лирами. Вот такая роскошь. Покажем? Да. Эти тоже в районе трех тысяч рублей. Такие роскошные ботиночки, кроссовки из Зары. Запрещеночка. Из Зары? Да. Вот такие чудесные джоггеры появились у Данечика. Я вообще фанат для ребятишек. Джинсы не очень люблю из-за того, что мне кажется, в них не очень комфортно. А формат вот таких брючек с резиночкой снизу, это прикольно. Мне нравятся спортивные штаны и нравится вот такого плана джоггеры. Каждая из них стоит тысяча рублей в ЧД. Получилось классно раскладывать брюки. Сейчас вам покажу, как их очень круто складывать. Не раскладывать, а складывать наоборот. Вот так штанишки делаем. Вот таком планом. Сгибаем штанины наверх и складываем пополам. Вуаля! Как вам такая идеальность? Полезные советики на каждый день. Отдельная прикольная история в ЧДМ это паки. Когда такой вот набор вещей продается за какую-то фиксированную цену. К примеру, три лонгслива такого формата для ребенка, нужного нам размера, 1200 рублей. Получается, что один лонгсливчик, веселый будет, мальчик, 400 рублей. Но роскошь же. Да, получается, в комплекте был серенький, стильный матросный и модном сейчас графитовом оттенке. Мне кажется, для малыша идеально. Знаете, это из категории растянется, выбросить не жалко и носить чистенькое, новенькое всегда приятная история. Такая же классная для мальчишек история эта пола. Мне кажется, выглядит всегда очень стильно. Такой взрослый стиль. Это Зара, 600 рублей. Это H&M, даже чуть поменьше. Ну, около 600, 500, 520. И это тоже H&M, 500 рублей. На лето с шортиками, кстати. И шорты для этого тоже взяла одни, бежевенькие. Вот такая роскошь брючного формата, брючные ткани, хлопок, полторы тысячи рублей. Это Зара. Зара. И вот, знаете, вот так вот это делается очень красиво, наверное. Хотя с белым тоже очень свежо. Банальное сочетание, но выглядит всегда очень дорого. Такой, знаете, на теннис ребенок собрался. Такой очень модный малыш, я считаю. Конечно, без футболок не обошлось. В том числе тоже базовый пак где-то был. Кажется, я его уже частично разобрала. Вот такая еще футболочка, просто в стиль Данилика, летние, красивые. Зара и H&M. Это стоит 900 рублей. Зара, мне она понравилась. Это стоит 450 рублей. Это, по-моему, тоже Зара. Нет, это H&M. И еще тоже пак я взяла, тоже такой же, как лонгслива в H&M. Однотонных приятных цветов. И он был такого же формата. 1200-1300 рублей за три позиции. Что очень приятно. Объем получается большой. Тем более, когда ребенок-тоддлер любит поиграть, порисовать. Самое оно, большой объем футболочек, то, что нужно. Вторые слои вязаного характера. Это H&M. Вот такой роскошный свитер. Полторы тысячи рублей. Мне кажется, сейчас, когда такая погодка и лето, когда дождливая погодочка, тоже будет идеален. И вот такой, это 900 рублей, такой вот кардиган на пуговичках. Но я предполагаю, что пуговички мы не будем каждый раз расстегивать. Это наказание для мамы. Просто через верх будем одевать, как свитер. И будет замечательно. Также в нашей летней коллекции появились кепки. Вот такие чудесные кепки для Данилика. Обалденно модные. Мне кажется, что это красота. И она турбо как сочетается с бомбером, который у Данилика появился. Сейчас я вам покажу. Я просто влюбилась в него. Он стоит около 3000 рублей. Это H&M. Ну, выглядит феноменально. Я бы сама себе такой бомбер хотела. Роскошь. На одном из рукавов дополнительные замки. Такая асимметрия прикольная. Объемный. Очень обалденный. Достаточно тепленький такая курточка. И вот под него вот этот кепка просто-просто роскошь бутюков. Вместе с кроссовочками. Я считаю, что это просто роскошество. Бежевые брючки сюда. Вот эту вот какую-нибудь футболку с водорослями. И просто будет самый модный парень на районе. Эта кепочка чуть подешевле. Рублей 700, наверное. Это в районе 1000. И это тоже 1000 рублей. Это Zara. Это для меня. Укидание. Убежали. Ну, кстати, вот эта вот база из пака тоже. Очень приятных цветов. Все друг с другом очень классно мычатся. Мне очень сильно нравятся вот эти вот масс-маркет-магазины, которых сейчас у нас, к сожалению, нет. Это Zara и H&M детские. Я думаю, что многие мамы, конечно, их обожали. Я обожаю до сих пор. И заказываю там через подрядчиков, через знакомых какие-то вещи себе. Потому что все-таки цена-качество, конечно, феноменальные. Ну и все цвета очень приятные, которые легко сочетаются между собой. И одевая так малыша, получаешь настоящее удовольствие. А ему вместе с тем в этом во всем очень приятно и комфортно. Поэтому, да, скучаем. Скучаем. Ой, кто спрятался? Приветик. Папа, 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 ты нас не найдешь. Летние костюмы для Данила. Мы собирались в отпуск и до сих пор собираемся. Но что-то посмотрели по ценникам. И цена-качество для поездки в Дубай – это что-то феноменальное. Потому что, ну, там, не знаю, порядком на троих нас даже тур за 400 тысяч – это большой компромисс. То есть там отель слабенький или рядом стройка, или еще что-нибудь. Поэтому, вероятно, отпуск в ближайшем, прямо сейчас в ближайшие моменты, он отпадет. Но думаю, что мы в июне-июле обязательно слетаем. Вероятнее всего, один из самых идеальных туров, один из идеальных самых вариантов для того, чтобы отдыхать с ребенком – это Турция. Как бы мы ни хотели, потому что я Турцию не очень люблю. Небольшой фанат Турции. Но для отдыха в текущих реалиях, не знаю, лететь в Таиланд или на Мальдивы – достаточно длительный перелет. Плюс мы хотели бы, чтобы было все включено. Когда с малышом разыскивать еду не хочется. Но, правда, это когда цены улетают куда-то в космос. В общем, такая история. Поэтому я накупила уже, ну как бы и на лето, и на отпуск. Заодно, здравствуйте, вот такой костюм с крабами. С крабиками. Крабы-крабы. Это чей костюм, да? Крабики-крабики. Да, Нишкин костюм? Да. Да. Даня поедет в нем куда? В море. На море поедем, да? Вот такой роскошный костюм, футболочка и такие морские шортики. Да? Это кому, Даня, опять? Даня, аккуратно, аккуратно. И вот такой легкий, волшебный, такой легенький-легенький костюм. Так, сейчас Данечка пройдет. Ага, красивого шоколадного оттенка. Очень мне нравится. Вот с такой рубашечкой-то Зара. 1600 рублей. Так, Сыночек, аккуратно. Оп, прошел. Супер. Ох, роскошь бытия. А дело так одела ребенка. Кое-что покажу. Вот, Ваня, не буду все показывать, то, что попадет под руку. Вот такая классная эта ветровочка из Зары. Она софтшелл, непромокаемая, очень сильного цвета для Вани. Сейчас узнаем, сколько она стоит. Если бы Ваня сохранил этикеточку. Ну, что-то мне подсказывает, что Ваня ее не сохранил. Поэтому я вам не подскажу. Но мне кажется, точно она где-то в районе не более 5000 рублей. 1004, мне кажется. Такая вот роскошь для прогулок под дождиком. Ванина толстовка. Феноменальная тоже. Такая лаконичная. Так красиво смотрится. Смотрите, какой цвет. Это Ванина. Это папина, да? Котка тоже Вани. Ну, не вижу смысла показывать. Да, они такие достаточно лаконичные, красивые. Мужчина пола всегда очень красива. Коричневая тоже пола у Вани. Наверное, Ваня, ну, одной раз роскошность. Это лакост. Рубашка. Ну, дорого-богато. Вы знаете, просто красотища. Мы, наверное, убрали ту же ценник. Ну, в районе, я думаю, 9-10 тысяч рублей она стоит. Да, где-то 3000 лир, я думаю, где-то. Нанечко? Ты что там делаешь? Снимаешь? А что, тут пока колпачок? Очень красиво. На мне классные джинсики. Это тоже Зара. Я купила большинство джинс в Заре. Эти просто на мне сейчас сидят. Я сразу вам их покажу. И, кстати, обязательно оставайтесь, подписывайтесь на этот канал. Безусловно же, потому что я обязательно в ближайшее время покажу вам целые образы со всеми этими вещами. Образы на себе. Да? Джинсики 3000 рублей. Кофточка, футболочка Tommy Hilfiger 4500 рублей. Ну, я считаю, что Tommy Hilfiger, конечно, уже где-то medium. Middle сегмент. Так, поедем дальше. Еще мы забежали впервые в магазин. Нам же стилист Миша его рекомендовал. И говорит о том, что тенденциям этого магазина сейчас придерживается и старается стать таким же 12 сторис у нас в России. Этот магазин называется Кос. И из невероятной ткани куплено было два лонгслива. Они невероятные. Я потом вас покажу как-нибудь вам в образе. У них феноменальный рукав. Он вот так раскрывается по-богатому. Очень длинный. А здесь разрез. Короче, я влюбилась. Это просто любовь. Ну и, конечно, желтый цвет такой сейчас весенне-летний. Ткань такая приятная, переливающая. Стоит он... Ох! 9000 рублей. За одну эту кофточку. Ребят, но оно, правда, того стоит. Это феноменально. Это очень дорого-богато. И выглядит. И смотрится. Вероятно, когда я вам показываю так, вы не поймете, за что здесь отдана 9000 рублей. А еще она и не одна, как видите. Я уже ее вот эту как раз выгуливала в Стамбуле. Можете посмотреть в выпуске, как она смотрится на мне. Да, который я ранее упоминала. И здесь на всякий случай тоже его вот припишу. Еще одну напоминалочку. Ну, это роскошно. Это что-то на богатом. Невероятно приятно. И выглядит очень стильно. Я влюблена. Вот такие два одинаковых, совершенно не базовых лонгслива. Которые такие достаточно самодостаточные такие единицы, которые не хочется ни с чем скрывать. Которые хочется только демонстрировать и показывать всю прелесть и всю красоту этой ткани. Короче, я влюбилась. Мы в этом магазине КОС купили несколько позиций, которые действительно оригинальные, которые действительно не встретишь. Вот эти вот веревочки я не очень люблю. Сейчас покажу вам еще покупки из этого КОСа. Мы купили там и Ваня, и мне. Мне кажется, часть вещей Вани своих уже прибрал. А у меня еще оттуда феноменальная юбка. Я даже не думала, что я такого плана юбочку себе возьму. Мой мустилист и мама моя говорили о том, что, Юля, тебе нужна длинная юбка. Я не понимала. Но это роскошно, ребята. Это тоже что-то на роскошном. Это КОС. Я не помню сейчас, сколько она стоит. Но тоже, я думаю, что в районе 10-12 тысяч рублей. Длинная, с карманами, темно-синяя. И тоже невероятно приятная струящаяся ткань. Прикол этой юбки, конечно, с этими карманами. То, что она подходит под какой-то классический образ, не знаю, с блузкой, с рубашкой, на каблучках. И также можно одеть сверху толстовку и в путь. Кайф. Я влюблена в эту юбочку. Магазин КОС очень сильно порадовал. Сейчас вижу там еще одну вещицу, которая из этого магазинчика. Сразу вам сейчас ее продемонстрирую. Она Ванина. У Вани, кстати, тоже она во влоге про Стамбул фигурировала. Мы как раз их выгуливали. Вот такой вязаный, невероятный, очень приятный пула. Джемпер, хотел сказать. Джемпер пула. Очень красивый, я считаю. Так. Также в моем арсенале появились вот такие роскошные слиперы. Немножко замялись в поездке. Я их показала во влоге. Очень красивый, прикольный. Стоит 3000 рублей. Это Зара. Очень мягкие, очень приятные лоферы из-под рильи. Как их ни назови, они обалденные. И еще хотела вам сразу показать. Сейчас очень странный тренд. Называется он Дед. Вы знаете, у меня там у папы, у дедушек были такие фуфайки. Вот в деревне ходить к свиням. Как бы это ни звучало, такой тренд сейчас, у такого с дедушками на плечах. Это Зара. На мой вкус обалденная. Бомбер. Бомбер. Фуфайка. Мне кажется, это выглядит невероятно стильно. Вы можете быть со мной не согласны, но тренды вам поскажут, что так и есть. Там у нее стоечка-воротник. Я предполагаю, что не буду ее так носить. Здесь пара кармашек. Можно ее дополнительно затянуть, чтобы создать объем снизу. Мне нравится, как она прямо сидит. Вот такой вот очень прикольный верхний вариантик. Ну и, конечно, трендовый серый цвет. Перед поездкой в моем гардеробе появились очень классные кеды от Puma. Тоже в модном сейчас винном оттенке. Я подумала, что к ним идеально под лето подойдет вот такого плана сумка. У нее тоже есть винные детали, плюс такая вот очень приятная ткань. Какой-то лен, тканевая история. Есть у нее дополнительная ручка. Мне кажется, даже носить просто в руке. Очень прикольная история. Как-то так я планирую это миксовать. Кстати, вместе с этими кроссовками, с этими джинсами тоже смотрится, мне кажется, идеально. Сумочка это Zara. Закупались мы на весну и на осень. Давайте я буду просто показывать, вам рассказывать. А перед этим, конечно же, я собрала целую капсулу. Сделали цифровой гардероб. У нас был онлайн-разбор со стилистом. И ранее мы сотрудничали со стилистом. Как это проходило, вы можете посмотреть вот в этом влоге. Такая еще напоминалочка для вас. Топ. Такой чудесный. Манго топ вязанный. Три тысячи рублей. И вот такие роскошные топы. Это H&M. Тысяча рублей. Один. И второй под пиджак. Вот такая вот роскошь. И не только под пиджак, но и под джинсовочку. Ну и под джинсовочку. И под любую рубашку. Да. Вот туда и показывай. Близковато, наверное, да. Чуть-чуть подальше. Чуть-чуть подальше, наоборот, сынок. В ассортименте. Данечка. Ты что там делаешь? Пим-пим. Пим-пим. Мусор-мусор. Фу-фу-фу. Что у нас еще имеется? Давайте тогда женский гардероб продолжим. Вот такое роскошное. Плачется, знаете, такой ретро-стиль. Летнее. Оно было со скидончиком за полторы тысячи рублей. И это тоже H&M. Иди, пошли. Об стульчик. Да. На ты, мой хороший. В чем сзади? Подбородочком? Да. Ты поаккуратней. И такой базовый, красивый, чистенький лонгслив. Тоже тысяча рублей. Это H&M. Сейчас очень модная история с многослойностью. На такой белый базовый лонгслив одеваются другие лонгсливы. Поло, свитера. И обязательно, чтобы выглядывало что-то беленькое. Поэтому я считаю, что это не должно быть и стоит дорого. Тысяча рублей. Красная цена. Такого рода кофточка. Как вы поняли, меня занесло в H&M. Закупалась я для Данелика. И вот такая вот красивая появилась у меня джинсовочка. Она приталенная. Чуть большего размера, чем я сама. Чуть-чуть побольше. Она прикольно смотрится. Знаете, вот такой вот. Не знаю, насколько с этой футболкой хорошо. В общем, такая история. Конечно же, ее можно дополнительно подгибать. Мне нравится, что у нее такие намеренные увеличенные рукава. Это прикольно. Ее можно подгибать. Ее можно застегивать. Ну и тоже создавать образы. Либо с ней самой отдельно. Да, с там, с жильстиками, с юбочками. Да, вот такая вот история. Либо с плачешком, да, тоже. Либо ее надевать как второй слой. Тоже прикольная история. Легкая, летняя. Когда джинсы, джинсы тоже разных оттенков. Тоже прикольно вместе обычно смотрится. Сейчас, к сожалению, не вижу, но чувствую. Чувствую, что это должно быть хорошо. Такой у меня разбор чемодана получается. Надеюсь, вам понравится. Так, у меня появились еще такие брюки. Нанюшенька. Они такие спортивно-классические. Я бы так их назвала. В них очень удобно ходить, но прямая штанина позволяет их носить в том числе с рубашками. Это Зара. 3000 рублей. Сейчас я вам быстренько покажу. Я бы их носила даже с какой-нибудь классической рубашкой. Сейчас продемонстрирую. Где-то у меня были здесь голубая рубашечка. Это тоже Зара. Я ее носила. Что вы хорошие? Больно? Да. Да тебе больно? Тут было? Просто классическая рубашечка. По-моему, в районе тоже 3000 рублей. И вот я бы ее с серыми брюками, вот с этими. Да, Дань? Ты хотела на клещики посмотреть? Да. Ну, сейчас посмотрим. Чуть-чуть маме осталось. Чуть-чуть. Вот такую роскошь бы я устраивала. Может быть, одела, кстати, под низ стоп голубой. Надо попробовать. И вот с этими штанами, вот с этой рубашечкой, мне кажется, роскошь. У меня еще сабо, очень крутые сабо появились голубые. Кстати, они прямо вот здесь. Ну, посмотрите. И это просто будет роскошь бутиков. Мне кажется, такой расслабленный, очень крутой образ из этого может получиться. Это завершим. Классические прямые джинсики. Это у нас 3000 рублей. Это манго. Просто такая классика. Еще я набрала футболочек неожиданно в Томми Хельфигере. Очень мне понравились. Очень понравились цвета. Они такие притальные. Каждая из них 3600. Но это очень красиво. Вот эти лавандовый цвет, лимон. И мне хотелось разнообразить свой гардероб в таких оттенках. И мне это удалось. Очень красиво. У нас еще базовая белая рубашка. Это Зара. Чуть быстрее у нас пойдет обзорчик без обрезаний. 3000 рублей. Просто классическая белая. Хотя Ваня говорит, что у нее есть отблеск. Она такая немножко праздничная. Очень мне нравится. Такая просто классическая штучка. И базовые футболки. Это Зара. 600 рублей. Розовенькая. По-моему, еще серенький парочку появилось. Да, это тоже Зара. Все в таком же диапазоне. 500-600 рублей. Что? Нема. 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 Много. Мало. Мало. О, еще появился роскошный жилет от Манго. Он сделал на косую. Там кнопочки, да? И я предполагаю, что его можно кнопки-кнопки носить даже вот так. Ну-ка, сейчас посмотрю сама. Вам-то показываю, сама не вижу. То есть я предполагаю, что если его застегнуть, то это может быть стильным аккомпанементом к образу. Вот такая вот история может из этого получиться. Кайф. Еще одни джинсы из Зары. Тоже такого же диапазона. С большими подворотами. Идеальный по длину ног. Светло-голубые. 3000 рублей. Хоп. Футболочка. А, это базовая, это Ивана. Футболочка. Zara Originals. У меня еще несколько топов под пиджачки, под рубашки. Да, эти топы Zara тоже в порядке, где-то в пределах 1000 рублей. Ох, ребятки, что-то я устала. Мне еще надо это разбирать. Все обрезать, разложить по шкафам. Ване, мне, Дане. Поэтому спасибо вам большое, что вы посмотрели этот обзор. Надеюсь, что вам было интересно. Я сама что-то притомилась это все разбирать. Это все, правда, еще обрезается, гладится. Весело. Ну, это такие приятные хлопоты. Я желаю, чтобы у каждого из вас как можно скорее случились подобные хлопоты. Чтоб проблемы были только такого порядка. Каждому желаю. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я вас обнимаю. Целую. Пока-пока. А, ну, конечно, если напишите какой-то комментарий, как это видео вам, буду вам очень благодарна и признательна. Даня, скажешь пока-пока? Скажешь на камеру пока-пока? Не будешь? Ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok